В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. На продаже героина попался сотрудник отдела по борьбе с наркотиками. Проведут ли жителям шахтерского поселка отопление? Где и в каких районах построят новые детские площадки? Об этом и многом другом вы узнаете из сюжета Аймамриной. В этом году 150-летие Алихана Букихана будет отмечаться под эгидой ЮНЕСКО. Сотрудник отдела по борьбе с наркотиками ОВД Абайского района попался на продаже героина. 26-летний Ибрай Тюлюбаев задержан при сбытии дозы наркозависимому лицу. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде Караганды. Сейчас полицейского уже уволили из органов. По неофициальной версии, бывший сотрудник Абайского ОВД попался при продаже героина. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств, связанных со сбытом. Также на момент задержания он был действующим сотрудником полиции и тем самым злоупотребил своим служебным положением. Если его вина будет доказана, Тюлюбаеву грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Практически каждое дело, рассмотренное на нашем суде, вызывает общественный резонанс. Аналогичных дел не становится меньше. Судья также рассказал об осужденных сотрудниках Шахтинского ОВД. Они покровительствовали наркозбытчице Картоевой на протяжении двух лет. Четверых оперуполномоченных отдела по борьбе с наркобизнесом приговорили к 17 и 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В народе, как говорят, сколько веревочки не видится, все равно конец будет. Точно так же и Картоева была задержана, аналогично привлечена к уголовной ответственности, осуждена. И Таманов и Мехтеев осуждены к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества. А Канонников и Агайдаров осуждены к 16 годам. Таксист, заразившись спидом трех женщин, приговорен к 4 годам условно. Напомним, его задержали летом по заявлению одной из сожительниц. Она обвинила его в намеренном заражении. Было начато расследование. В ходе следствия выяснилось, что мужчина знал о своем ВИЧ-статусе с 2009 года. Он был поставлен на учет в местном спид-центре. Дал расписку, что знает об общественной опасности своего недуга. Сам таксист уверял, что предупреждал заразившихся женщин о своем статусе. Все три женщины были его гражданскими сожительницами. Суд проходил в закрытом для журналистов режиме. За данное уголовное правонарушение, согласно правоциального соглашения, суд приговорил виновного лица к 4 годам лишения свободы с назначением наказания условно, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок лишения свободы. Также ему назначили лечение от алкогольной зависимости по месту прописки. Суд учел смягчающие обстоятельства в виде полного раскаяния подсудимого, возмещение морального и материального ущерба и отсутствие исков со стороны потерпевших. Аймам Ринатолий Генрошитов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Бюджет области в 2016 году должен пополниться на 4 миллиарда тенге. Такой план должны выполнить налоговики совместно с правоохранительной службой. Одним из дополнительных источников пополнения бюджета является легализация имущества. К концу года прогнозируется легализовать порядка 170 объектов. В 2015 году бюджет области пополнился почти на 5 миллиардов тенге. Деньги были собраны за счет налоговых обложений и штрафов. Особую активность в привлечении дополнительных доходов проявили Караганда, Тимиртау, Балхаш, Улутауские и Шетские районы. 17 февраля 2015 года был утвержден план совместных мероприятий с Департаментом внутренних дел. Одним из основных задач данного плана является выявление дополнительных резервов по налогу на транспортные средства. Всего выявлено и поступило в бюджет 436,9 миллионов тенге по 44 348 платежщикам. Рейды на дорогах выявили более 40 тысяч задолжников по налогам на автомобили. Бюджет пополнился на 416 миллионов тенге. Первичная регистрация транспортных средств добавила в казну 24 миллиона. При проверках нелегальных арендодатторов 630 человек поставлены на учет в качестве предпринимателей. Также налоговики оштрафовали около 200 работодателей, которые выплачивали зарплату в конвертах. Аким области подчеркнул важность продолжения данной работы. Департаменту государственных доходов по согласованию обеспечить выполнение пунктов плана мероприятий по изысканию дополнительных доходов в местный бюджет, так же как в 2015 году, обеспечить выполнение годового плана доходной части бюджета области. Также глава региона призвал подключаться к работе чиновников из неактивных регионов. Противодействие теневой экономике должно быть жестким. Начинать проверки нужно в первую очередь не с бюджетных организаций. У них и так все прозрачно, пояснил Абдебеков. Аймамрина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жителям шахтерского поселка проведут центральное отопление. Строящийся теплотрасса обогреет дома не только при Шахтинском. Об этом и о предстоящем улучшении инфраструктуры Караганды рассказал Акимгорода Нурлан Аубакиров на отчетной встрече с населением. Людей на собрании было много. Все старались задать наболевшие вопросы. Один из них касался главной проблемы шахтерского поселка. Жители жаловались на отсутствие отопления на протяжении 20 лет. С подвала носим уголь, отапливаем, в ванной у нас печка стоит. Нурлан Аубакиров пообещал жителям долгожданное тепло. Со слов градоначальника, строящаяся теплотрасса сможет решить вопрос отопления. Но когда ее достроят, пока неизвестно. Также в этом районе скоро достроят новое здание Кировского отдела полиции. М-8, М-8, проект идет. Сейчас в этом году делается его корректировка. Дополнительные денежные средства через программу Нурлухов будут заявлены. Я думаю, что в последующий, в следующий год, или 17, или 18, мы завершим. С учетом того, что прошла большая организация на ТЭЦ-3, количество тепла хватит. И уже вторым этапом будем подсоединять ваш район. Жители Октябрьского района жаловались на заброшенность улиц. Освещение есть только в центре. Окраины живут в потемках и грязи. Но не забывайте, мы люди, мы там живем. У нас там грязь, по улице не пройдешь. Это нет. И вообще нас не считают там за людей. Аким города дал поручение разобраться с освещением улиц. Также он обещал содействовать строительству Стеллы героям чернобыльской трагедии. Денежные средства у нас в резерве, а общая сумма одинаковая, они у нас есть. Да, 30 миллионов тысяч. Определите вид, сами определите вид. Да уже определите. И мы решаем, и придите, и мы эти деньги выделим, и их построим. Нурлан Аубакеров поделился планами. С его слов, вопросы безработицы и нехватки мест в садиках на постоянном контроле. Он отметил, проблемы есть, но они постепенно решаются. Все вопросы и предложения чиновники приняли к сведению. Аймамрина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В редакции областной газеты «Уртал Казахстан» прошла встреча Султанхана Жусупа, директора научно-исследовательского института АЛАШ при Евразийском университете с журналистами Караганды. В ходе встречи обсуждалась публицистика журналиста, казахского общественного деятеля, одного из лидеров партии АЛАШ Алихана Букихана. В этом году 150-летие Алихана Букихана будет отмечаться под эгидой ЮНЕСКО. Почитатели Букихана интересовались, являются ли идеи АЛАШ УРДЫ общими для всего тюркского народа. Актуальны ли они сегодня? В 1905 году Алихан Букиханов был инициатором открытия газеты. Он отправлял письмо царю с просьбой, но в то время его не поддержали. Что скажете про это? Алихан Букихан создал национальную политическую партию АЛАШ, идейные предпосылки, которые были изложены в газете «Казах», выходившей с 1913 года. Он плодотворно работал в газетах «Степной край», «Киргизская степная газета», «Сын степей». Его публицистические статьи были пронизаны болью за своих земляков. Он посетил свою жизнь борьбе за независимость народа и до последнего вздоха трудился во имя своих идеалов. Алихан Букихан в своё время был единственным человеком, который поднимал разные темы в своих статьях. До 1905 года в казахской публицистике никто не проработал, как он. Его заслуги надо и необходимо ценить. У него своя лепта в казахской истории. Деятельность выдающегося гражданина, посвятившего всю свою сознательную жизнь делу в освобождении народа, была многогранной. На сегодня его многие рукописи не сохранились. К примеру, рукописи о казахских степных лошадях уже не найти. Алихан Букихан пропагандировал животноводство. Считал, что казахи не должны утрачивать исконное дело скотоводства. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Глава государства в своём обращении к народу в связи с назначением внеочередных выборов отметил. В этой сложнейшей ситуации самое важное для всех нас – понять, что жить надо посредством. Экономить ресурсы, сохранять рабочие места. Правительству и парламенту в данной ситуации надо работать совместно, собрано и принимать оперативные меры. Нашему народу в это сложное время нужно сплотиться и помогать друг другу. Мы попросили поделиться своим мнением о предстоящих выборах генерального директора группы компании «Бекемпласт» Каспласт Сергей Вадько. Решение о досрочных выборах своевременно и в нужный момент нужна месть. Почему? Потому что я, как работающий в реальном секторе экономики, понимаю цену каждому заработанному тенге. То есть, первое, мы сэкономим миллиарды народных денег. Ну и плюс к тому, принят план наций, принято очень много решений, которые нужно эффективно и быстро реализовать. Поэтому нужно сейчас быстро провести выборы, для того, чтобы воплотить все то, что сказал глава государства в жизнь. Внимание! Просим всех горожан проявить активность в поисках мальчика, пропавшего 29 декабря. Шеллер Владислав Сергеевич вышел из дома и направился к бабушке, которая проживает недалеко от магазина «Пятачок» в городе Тимиртау. Мальчику 9 лет был одет в черную серую куртку, черные балуневые штаны, черную шапку. При себе имел портфель синего цвета. Владислава ищут уже больше месяца, но никаких результатов нет. В данный момент поиски в городе Тимиртау не прекращаются. Просьба подключиться жителей Караганды и городов-спутников. По Караганде мы отрабатывали юго-восток, тоже была ориентировочка, но там собралось 15 человек или 20, очень мало людей было. Так что очень большая просьба людей, кто может в свободное время связаться с волонтерами, есть координаты в листовочках, принять активное участие в поисках ребенка. Ну, последняя информация только что поступила, что якобы его видели в Тимиртау. И вчера вечером информация поступала, что его видели на Язева 13 на юго-востоке. Продолжаем выпуск. Общенациональная благотворительная акция Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия» уже дает свои плоды. В Карагандинской области родителям и детям, страдающим ДЦП, была оказана материальная помощь на лечение. Также члены Совета матерей планируют взять шефство над воспитанниками детского дома «Кулыншак», которые волею судьбы лишены родительского внимания. Как известно, в прошлом году на последней 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана председатель Ассамблеи народа Казахстана Руслан Абиштучин Назарбаев обратил внимание членов Ассамблеи, что надо уделять больше внимания благотворительной деятельности, помощи нуждающимся, медиацией заниматься. И сразу же в ноябре прошлого года Ассамблея народа Казахстана инициирует и стартовала по республике республиканская акция «Караван милосердия». Караван милосердия получил большую поддержку и в Карагандинской области. Яркий тому пример – акция Совета матерей областной Ассамблеи народа Казахстана «Искусство жить вместе». Начать программу милосердия решили с детей, ведь именно они – наше будущее. Поддержка будет больше моральной, нежели материальной, ведь в состав комиссии входят многодетные мамы, врачи, ветераны педагогического труда и представители этнокультурных объединений. Детям, которые обделены материнской любовью, будет оказана человеческая забота. Им предложат изучение языков, профессиональную медицинскую помощь, воспитывать любовь к родине и прививать интерес к истории наших предков через беседы и экскурсии. Волей судьбой, оказавшись в стенах таких учреждений, каждый ребенок мечтает попасть в силу, обрести именно маму, папу и близких родственников, там, братиков или сестер. Но я, конечно, тоже понимаю, что, давая детям какие-то материальные благи, им необходимо также и внимание в соучастии всего нашего общества. Не обделят вниманием и детей, которым нужна медицинская помощь за границей. Подобных семей в Караганде достаточно много. Женес Аружан и Кашкеева Лиза родились диагнозом ДЦП. Борьба с болезнью требует больших моральных и материальных затрат. Сегодня с помощью акции были собраны необходимые средства на лечение деток. Родители двух карагандинок, девочек Аружан и Лиза, обратились в Астамблёю народа Казахстана с помощью оказать помощь в лечении детей, болеющих ДЦП. И на сегодняшний день силами наших представителей этнокультурных объединений, добрых людей собраны необходимые средства, и они будут вручены. Напомним, акция «Искусство жить вместе», пропагандирующая дружбу, толерантность и семейные традиции, будет проходить в течение года. 25 лет независимости Казахстана. В здании партии Нур-Утан прошла встреча с представителями неправительственного сектора, общественными объединениями, гражданским альянсом и с профсоюзами. В ходе беседы обсуждались достижения за годы независимости страны. Наш корреспондент расскажет подробно. За 25 лет Казахстан достиг эпохального прогресса в своем развитии и стал лидирующей страной постсоветского пространства. Президент объявил казахстанскую мечту. Это в первую очередь формирование зажиточного общества с конкурентоспособной экономикой. Мы, как независимое государство, доказали свою состоятельность, доказали свое постоянство, доказали всему миру, что Казахстан – это равноправный партнер для всех государств мира. Вы посмотрите, какой у нас широкий спектр, у нас такая большая география, дружбы со всеми, во-первых, соседними странами, во-вторых, с Европой, с Америкой и так далее. Говорили на встрече о том, что благодаря, конечно, неустанной работе и тем программным задачам, особенно это начиналось со стратегии 2030, сейчас стратегия 2050, те программные документы, которые всегда перед нами озвучивал президент Казахстана. Выступающие отметили, что послание президента Республики Казахстан является важнейшим направляющим документом общественно-политической жизни нашего государства. Центром внимания должны быть нужды и социальная защита населения, создание дополнительных рабочих мест. Послание лидера нации, как и предыдущие годы, поражает своей масштабностью и при этом реальностью задач, выдвинутых на ближайшие годы. За годы независимости Казахстан занял достойное место в мировом обществе, успешно развивается как в условиях политической, так и в социально-экономической стабильности гражданского мира и согласия. В стратегических государственных программах, как уже озвучила Кадыша Базарбаева, «Казахстанский путь-2050. Единая цель, единые интересы» и «Нурлежо. Путь в будущее» определены горизонты социально-экономического развития Казахстана и представлено совершенно новое видение судьбы страны каждого казахстанца. На встрече также подведены итоги за прошлые годы. Теперь в рамках реализации антикризисной программы предстоит осуществить многие задачи. На сегодня в области ведется большая работа по нравственно-духовному воспитанию молодежи. Оказывается, активное содействие ветеранским организациям. Те достижения, которые мы имеем сегодня, они в первую очередь достигнуты нами благодаря нашей мудрой политике президента страны, Нурлежо Становича Назарбаева. И те обсуждали также вопросы современных вызовов времени. Это и кризис, глобальный кризис, который в мире, как наша страна подошла сегодня к решению данной проблемы. Обсуждалось то, что у нас есть антикризисная программа, у нас есть план нации, у нас есть пять институциональных реформ, которые мы будем осуществлять именно все вместе гражданским обществом. Труд поможет казахстанцам преодолеть все невзгоды. Именно такова единая основная мысль участников «Круглого стола». 25-летие независимости в Карагандинской области должны отметить достойно. Нынешний кризис – это не первый, и собравшись воедино, можно пройти и этот нелегкий путь. Гульза Ацахова, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Знаменитая фраза «Где-где в Караганде» стала названием молодежного городского квеста. Участники продемонстрировали как интеллектуальные, так и физические способности. Такое необычное мероприятие в Караганде приурочили ко дню города. Подробнее в материале Ларисы Хусаиновой. Квест – это игра, ключевую роль в которой занимает решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий и спортивных навыков. Культурно-досуговое мероприятие организовал Центр по работе с молодежью при поддержке Акимата города Караганды. В данном сети квеста у нас планируется проведение 9 спортивно-интеллектуальных станций, в рамках которых ребята будут проходить те или иные задания. Каждое задание, оно более простое, и с каждым шагом оно все усложняется. Такую необычную городскую акцию провели с целью формирования активной гражданской позиции, привлечь внимание ребят к изучению достопримечательностей и памятников культуры нашего города. Карагандинскую молодежь ожидали только положительные эмоции от конкурсов. Подготовку к викторине я начал не так давно, но думаю, что подготовился хорошо. Я подробно изучал историю Караганды, ведь все вопросы на викторине именно о нашем городе. Думаю, что соперники будут достойны. Желаю всем удачи. Участниками городского конкурса стали ученики школ, колледжей и университетов. Не осталось в стороне и рабочая молодежь. Всего в городском квесте приняли участие 5 команд из 30 человек. Ребята прошли 10 интересных заданий. Основное место в игре заняла викторина. А спортивное задание заключалось в умении кататься на лыжах. Квест дал огромный заряд бодрости и оптимизма. Участники надеются, что такие молодежные баталии станут доброй традицией нашего города. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман субтитры создавал DimaTorzok Аман субтитры создавал DimaTorzok Аман субтитры создавал DimaTorzok Аман субтитры создавал DimaTorzok